Меня всегда восхищают именно твёрдые эксперты. Он должен соприкоснуться со мной и понять, что я твёрдый. И сам этот литмагнит твёрдый. Сразу люди начали понимать, что я твёрдый. Вроде норм, вроде твёрдый. Она мне проходила, говорит, это очень твёрдо, очень классно, рекомендую. Тогда-то я и поняла, кто здесь батя. Подкаст Саши Митрошиной «Матерь Бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Меня зовут Саша Митрошина. Я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, теперь веду этот подкаст «Матерь Бложья». В нём я рассказываю про блогинг, про то, как вести контент, как монетизировать его, как продавать, как подписчиков набирать. В общем, всё, что связано с социальными сетями и продажами в них. Прямо сейчас со мной в студии сидит удивительный человек. Буквально недавно он сделал запуск на 60 миллионов на охватах 2000 практически без сториз. Он работает продюсером, свои сториз почти не ведёт, никакого лайфстайла. За этот год у него в сумме было где-то 20 дней сториз, наверное, максимум. И этот человек Егор Пыриков. Егор, привет. Привет, Саша. Привет. Очень круто, что ты пришёл. Егор — это человек, от которого пользу получаешь, просто посидев рядом с ним за обедом. Настолько твёрдый эксперт, насколько твёрдый продюсер просто, если честно, до сих пор. Меня это с ума сводит. Невозможно быть таким полезным просто как. Так что дослушайте сегодня обязательно выпуск до конца. Это обещает быть очень полезный, интересный выпуск. И мотивирующий в том числе. Погнали. Сейчас у нас идёт третий сезон подкаста, и он посвящён софт-скиллам для блогеров. Генеральный спонсор этого сезона — Продамус, IT-сервис для блогеров, экспертов и инфобизнеса. Продамус позволяет интегрироваться с платёжными системами и получать деньги из России и из-за рубежа. Иметь сайт при этом не обязательно. Бесплатная онлайн-касса, встроенная рассрочка с одобряемостью до 89% и подключение за один день для самозанятых и ИП. По промокоду Митрошна23 вы получите 20% скидку на подключение и сможете принять первые 100 тысяч рублей без комиссии. Я сама давно пользуюсь Продамусом на всех своих проектах и вам рекомендую. Я вообще восхищаюсь Егором, потому что меня всегда восхищают именно твёрдые эксперты. Экспертные эксперты, если можно так сказать. Камни. Камни, да. Эмодзи камень здесь надо поставить нам на видео. То есть люди, которые реально серьёзно разбираются в своей сфере, у них есть множество своих авторских решений, свои классные результаты. И вот Егор, это, собственно, он. Для тех, кто, может быть, с ним ещё не знаком. Хотя, если ещё там год-полтора назад, два года назад мало кто тебя знал. Да, даже восемь месяцев назад никто не знал. Да, то сейчас ощущение, что тебя уже знают все. И все о тебе говорят. У тебя основной заработок – это продюсирование, в котором ты именно классически работаешь, как системный продюсер. Причём в долгосрок. Правильно я всё сказала? Да, всё так. Ещё, чтобы добавить чуточку, щепоточку, так сказать, перчинку внимания, 60 миллионов я сделал. Ты правильно сказал, что с начала года я выходил там 25 раз в сторис. Уже 25, он повышает ставки. Там 24-25, я считал прям. У меня 9 постов в Инстаграме и 14 тысяч подписчиков было. И восемь месяцев назад у меня было вообще охвата сторис 500-600. То есть это вот с прошлого лета начался какой-то цикл своих проявлений, где меня начали узнавать. До этого всё, как ты сказал, ну и по сей день. Я занимаюсь продюсерами, проектами. И там мы делаем результаты, делаем хорошую выручку. Там за прошлый год суммарно 200 миллионов сделали. И свой как раз-таки продукт я запустил только после того, как я сделал уже свой рекордный запуск как продюсер на 78 миллионов. И потом уже начал проявляться как эксперт, уже начал выступать. То есть это вот этот нетипичный путь, когда ты реально стал экспертом и только после этого запустил своё наставничество. Я тебе больше скажу. Звучит странно для рынка. Когда я сейчас сделал свой запуск на 60 миллионов, мне немножко такой портал в другое измерение открылся. А может мне вообще не нужно кого-то продюсировать и только свой продукт запускать. Но я точно понял, что нет, потому что мне искренне интересно заниматься продюсированием, в этом прокачиваться, набирать критическую массу в этом. И я этим буду заниматься точно всегда вне зависимости от результата собственных продуктов. Поэтому ещё то, что добавляет как бы интереса, то, что я свой продукт в прошлом году запустил один раз, в этом году будет второй раз. У меня нету вебинаров, у меня нету курсов, у меня нету ничего. Только вот один твой продукт, а основная твоя работа – это быть практиком, продюсером. И то, через что меня многие узнали с помощью тебя, это в прошлом году, как раз-таки декабрь, когда я выложил пост о том, что сделал капитал, миллион долларов, из которых там 90% было, вот эта сумма, эти результаты, этот капитал, на моей роли как продюсера. Не как человека, который делает собственные запуски. Дело в том, что очень много продюсеров зарабатывают уже не на том, что они продюсеры, а на том, что они запускают, допустим, курсы по продюсированию. И свои самые масштабные и крупные результаты делают именно на этом. И очень мало продюсеров-практиков, которые обучают, но при этом своими руками делают большие результаты. И Егор как раз-таки тот редкий тип наставника, у которого есть основная работа, и в ней результаты выше даже, чем то, что он там уже обучает. То есть обучение это больше, ну, не хочу сказать для души, потому что все равно это приносит деньги, хорошие деньги, безусловно, но это не является основной работой обучать. И все-таки за счет того, что ты в первую очередь свои все фишки, навыки из поля как бы несешь, это, конечно, добавляет тебе ценности как наставнику. Сто процентов, потому что те ребята, которые ко мне заходили на обучение, там, есть те, у кого больше результаты, чем у меня. Но за счет того, что я постоянно развиваюсь в проект, постоянно оттуда достаю связки, фишки, постоянно в поле, мне всегда есть как бы чем удивить, и за счет чего я дальше буду расти. Это для меня супер важно, и это как бы вектор, который у меня был и будет сто процентов. Расскажи свою историю, расскажи, как ты дошел от парня из Брянска к человеку, которого знает весь инфобизнес, весь инфобизнес у тебя учится, при том, что ты абсолютно по неклассической схеме работаешь, без сториз, без постов, без блога, делаешь крутые результаты, крутые запуски, и все к тебе хотят попасть. Еще и такой кейс сделал классный по своему обучению. Да, ну, у меня все началось, ключевая точка была переезд в Москву, я переехал в Москву 22 года, то есть мне сейчас 25, это не так, не так давно было. Три года назад, да? Три года назад, я переехал с точкой, которая у меня была, это 1040-50 я зарабатывал, занимался маркетингом, таргетом, рекламой блогером, вообще все подряд. До этого еще, у меня два высших, ну, это так получилось, что я закончил, закончил в Брянске, и на втором еще пошел на заводчик, на вторую высшую, и золотая медаль. Ну, это как бы просто... Это просто немножко так вот повыпендривался, да? Да нет, я не повыпендривался, потому что когда я выпендривался, я поэтому не поступил в Москву, потому что я хотел поступить в Москву, я хорошо писал ЕГЭ, но в какой-то момент подумал, что я самый умный, и как бы написал плохо относительно того, что я хотел, потому что я хотел на бюджет, в топовые вузы, у моих родителей там не было возможности на платной основе. Поэтому я остался в Брянске, и когда я остался в Брянске, я такой понял, что мне нужно полностью брать ответственность за себя. После первого курса я пошел там работать, продавал интернет по подъездам, прям стучался, говорил, у вас плохо работает интернет, я вам подключу, сейчас будет работать лучше. Потом пошел как раз к маркетингу агентства, там, СММ, Таргет, вот в таком контексте я был до конца вуза, получил диплом, переехал в Москву. И первый год это было все, знаешь, как в лучших историях про греоперсонажа. Я жил в однокомнатной студии, там, очень далеко, там, полтора часа от центра с другом. Я спал на диване, он на полу, мы менялись, чтобы не было обидно иногда. Вот, за 35 тысяч рублей, и первый год, то есть я первые 100 тысяч заработал через 8 месяцев, когда я находился в Москве, только через 8. Ну, сейчас ты побольше, чем 100 тысяч зарабатываешь, да? Да, от 100 тысяч зарабатываю. От 100 тысяч. Кто не понимает, у нас просто прикол общий. Что, Егор, когда спрашиваешь, сколько он зарабатывает, он говорит, ну, больше 100 тысяч рублей. И как бы не подкопаешься, не обманывай, это действительно больше. Больше 100, там, меньше, там, 20 миллионов. Где такое, где, пожалуйста? Плюс-минус. Да, вот, и, собственно, первые 8 месяцев, это было просто попытки, итерации, вообще все подряд. То есть я жил только тем, что я выходил из дома, доезжал до коворкинга в Москва-Сити, в одну сторону час ездил на метро, потому что мне друг, будущий партнер дал бесплатный коворкинг, у меня не было 20 тысяч рублей. И я, короче, очень много пробовал, пытался, там, реклама блогеров, стартапы, таргет, все такое. И вот где-то через 8 месяцев я где-то 100 тысяч первых заработал на таргете как раз-таки, и пошел тренд продюсирования. Он активно пошел, и я просто в него влетел, и у меня было чуть проще влететь, потому что у меня была какая-то база до этого, таргет, реклама блогеров, СМС, вот это все я уже переварил. И этот тренд пошел, я в него залетел. Это был 20-й, правильно? Это где-то был 20-й, да, да. И вот с тех пор у меня получается быстрости. Последние 3 года я зарабатываю каждый год больше, чем за всю предыдущую жизнь, вот. И это прикольный такой вызов, который мне драйвит по энергии, и в этом году с высокой вероятностью я, ну, как бы, закрою тоже эту цель. При том, что в прошлом году я закрыл цель, которую, как бы, даже не знал, ну, не то, что не верил, я ее ставил, миллион долларов капитала, это для меня была очень высокая цель, которой там много делал. А в этом году я заработаю еще больше, вот. И в этом точно есть какие-то твердые штуки, почему у меня получается, при этом я точно... Ну, нет, нет, повезло, я считаю. Да нет, при этом я точно не считаю, что я какой-то, знаешь, самый умный или так далее, или гуру, просто... Нет, ты в жизни вообще суперскромный человек, очень простой, добрый, всегда как-то стараешься помочь, ну, от тебя вообще нет никогда ощущения нескромности или гуру. Но при этом, при всем, все равно видно, что ты прям понимаешь и шаришь. Причем по поводу скромности, когда ты мне делал репост поста, как это было, то есть я купил Саше пост, у тебя купил пост, причем как его купил? Это было в Африке, я случайно увидел твой челлендж на 22 миллиона, я такой, на тот момент у меня 500-600 подписчиков, точнее, охвата сториз, подписчиков чуть побольше. Я уже тогда сделал первый запуск своего продукта, там, это уже нормальные были цифры, там, 14-15 миллионов сделал, потому что у меня мало было людей, но они понимали ценность. И я такой, можешь попробовать? Я спрашиваю у Марго, которая с нами была, она говорит, да у тебя точно купится. И так я купил у тебя первую рекламу. Во сколько она купилась, напомню? Она купилась, ну, раз в 16-17, типа такого, вот, и проходит два месяца, я единственный человек, кто у тебя еще не выставил эту рекламу, потому что я не знаю, о чем мне этот пост писать. И за два месяца получается, что я доделал как раз-таки ту цель, которую ставил в начале года, про капиталы. И я такой, блин, можешь про это написать, что я прошел путь и закрыл цель. И я скидываю тебе идею, ты говоришь, топ залетит. И я дальше просто три или четыре дня отходил с этой мыслью, свыкался, что мне нужно будет выложить пост про деньги, про мои. Я созванчивался с психологом, я родителей, прежде чем выкладывать пост, набрал и предупредил. Чтобы они не испугались, типа, да? Да, 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 они такие, может, не надо? Ну, естественно, что они... Потому что папа говорит, у меня в 90-е там все, кто говорил, что деньги есть, все отжимали, может, не надо? Вот, и я точно тогда понимал, что если бы не вот эта связка, где я понимаю, что это мне нужно для результата, я бы просто так не рассказал о результатах. Вот, это был переломный момент, где мой пост, который написан про то, что я прошел путь, он там в цифрах достаточно подробно расписан, он, короче, стриггерил многих, и многие обратили на меня внимание. И вот так начался твой путь популярности. Ну, то есть, по сути, это было такое первое массовое внимание рынка. Ну, вот у меня еще то, что дает энергии, то, что классно работает, я же делал аналитику вообще, вот цифру откуда пришло. Ты, конечно, номер один с точки зрения прихода и окупаемости. Ну, второй параметр у меня был, это рекомендации. Вот, рекомендации тех ребят, которые у меня уже проходили обучение, или тех, кто просто меня в жизни знает. Я где-то выступал, кому-то что-то помогал, участвовал в мастер-майнде, и это из 60 миллионов рекомендаций, там было на 16 или 14, там 14 или 16 миллионов, просто по рекомендации люди рекомендовали. Ну, потому что продукт твердый, сильный. Продукт, и как раз таки вот это все проявление, участие в разборах. Со мной люди, когда начинают общаться или когда по поводу запуска, там, большинство понимает, что я твердый. Возможно, не все, но большинство, надеюсь. Вот, и это хорошо работает, это мне тоже дает энергию. Давай поговорим про твой запуск последний, твой именно персональный, личный. Поскольку ты публично, на самом деле, особо не говоришь про запуски, которые ты продюсируешь. Ну, я не знаю, насколько это специально или просто так выходит, но в основном ты рассказываешь про цифры именно своих запусков, что, кстати, вполне классно. То есть, когда продюсер начинает там про запуск рассказывать какую-то внутрянку, не каждому эксперту это понравится, это не всегда приятно. А про свое как бы рассказать попроще, да? Правильно говорить. Да, но я просто в прошлом году, как раз таки, когда делал прошлый запуск, рассказывал про проекты, и все мои выступления, лид-магниты были направлены на то, что я разбирал, как я сделал выручку именно проектов. И этот запуск, я рассказывал больше, потому что он как инфоповод стал очень яркий. Я просто понимаю, что это стало всем интересно, потому что, когда мы складываем картинку, то, что у меня 14 тысяч подписчиков, 8 постов, 2 тысячи охват и 60 миллионов, это становится интересно всем. Ну, я думаю, что сейчас всем тоже интересно. Давай попробуем выделить 5 основных шагов, которые привели к этому результату. Да. Ну, вот первое, однозначно, это сам момент, сам инфоповод. Вот это сам пост, где я написал про результаты, и связка с рекламой у тебя и у других блогеров. Я покупал у других блогеров просто репост поста. Это такое привлечение внимания, яркий инфоповод, потому что до того момента, как я выложил пост, я тоже не выходил в сториз, типа, там, 2 месяца. Просто вышел, вот пост, вот сделал результат, и все репости. Это сразу становится ярким инфоповодом. Второе, я понимал четко свою воронку, что мне от этого нужно. То есть там был лид-магнит, как раз таки, разбор этого запуска. И я исхожу из, как бы, парадигмы того, что я никогда не буду очень много вести сториз. То есть, при том, что в теории это надо, в теории это точно надо. Где-то плачет одна Саша Митрошуна. Если бы я раскрыл личность и так далее, и так далее, конечно, это давало еще больше результатов. Но я понимал, что я не буду это делать, и не очень получается, есть обязательства и перед партнерами. Короче, есть чем заниматься, вот. Я сделал видос, который на, там, 47 минут разбор запуска своего. Вот, и я точно понимал, что человек, который вообще меня не знает, и он мне может не увидеть сториз в следующей, там, типа, неделю-две или месяц. Не потому, что Инстаграм их не покажет, а потому, что их нет. Да, потому, что их нет. Потому, что их нет. Там продюсер занят, он работает на работе. Он должен соприкоснуться со мной и понять, что я твердый. И это, как раз таки, вот этот видос, где я просто разложил. Вот аналитика каналов, вот окупаемость, вот связка, вот то, что я делал пошагово. И сам этот лид-магнит твердый стал очень конвертирующей, прогревающей штукой в моем случае. То есть, человек, который посмотрел этот видос, он понял, что я эксперт, он понял, что я шарю, и это в моем случае заменило, там, типа, две недели, три, может быть, прогрева, который бы грел. Вот. И это штука, которая очень сильно у меня сработала, и я отчетливо это планировал. То есть, сразу люди начали понимать, что я твердый. Вот. То есть, ты изначально понимал, что прогревы в сторис – это вообще не твоя тема. Да. Лайфстайл – это тоже не особо твоя тема. И твоя задача была показать твою экспертность. Да. На самом деле, это ключевая задача для эксперта – показать экспертность. И ты просто выбрал более простую форму, ты там потратил час, записал видео с разбором. Кстати, те, кто сейчас слушают, могут тоже его получить и посмотреть, что для этого надо сделать. Да, да. Вот, кстати, просто написать цифру 60 мне в директ, и вы получили магнит, который стоит посмотреть, если вы запускаете, если вы продюсер, если вы эксперт, просто как классную элемент воронки и что-то взять себе. Ага, он сейчас кокекничает, знаете, кокекство какое-то происходит, потому что там на самом деле офигенский видос. Прям твердый. Там не то, что типа, ну, посмотрите, как элемент воронки. Нет, там прям полезная видеолекция, урок с разбором запуска. Там много инструментов, много связок. Да, очень много инструментов, поэтому обязательно зайдите к Егору, подпишитесь на него, во-первых. Напишите ему 60 в директ, просто цифры 60, и посмотрите видос обязательно. Я когда в первый раз рекламу тебе делала, я же смотрела твои видосы. И я офигела как раз-таки тогда, то есть со мной это тоже сработало. То есть я честно посмотрела там несколько твоих уроков. Я, кстати, очень удивился, что ты реально посмотрела. А Егор у меня купил еще тогда конспект его продукта в Телеграме. У меня был такой забавный лодок на челлендже. И Саша мне прислал 12 листов конспектов. А он мне прислал видос, но я человек простой. Я продала конспект продукта, я сделаю конспект продукта. Он почему-то удивляется, я до сих пор не понимаю, почему. Он мне прислал там один видос на 20 минут и два по три часа. Ну там по два с половиной. Ну я все посмотрела, интересно было. Там было про прогревы что-то, было про продажи, было про там тоже про запуски. Ну короче, на самом деле прикольно. И вот тогда-то я и поняла, кто здесь батя. То есть я просто посмотрела твой видос и сразу стало понятно. Ну вот это работает у меня как просто модель, которую я оцифровываю и понимаю. Это было в прошлый раз, когда ты репостнула пост, и мне пошли люди. И в этот раз. В прошлый раз это был как раз-таки видос про то, как я сделал выручку проектов, 200 миллионов инструментарий. В этот раз это уже видос, как я собственный запуск сделал. Это просто под разные ЦА, под разные инфоповоды, и то, и то интересно. Вот. И после видоса я понимал, у меня был вообще пенсионерский прогрев. То есть у меня прогрев был там типа 25 дней. Вот эти 24, что я выходил, это все я прогревал. Это было 10, там максимум 12-30 дней, из которых, ну то есть живые, горячие голова и лайфы, это там 2-3. Остальные это просто текст, обычно на черном фоне, и классные смыслы. Вот это у меня очень хорошо получается. Мы когда с тобой писали рекламную подачу, я думаю, что ты оценил, насколько я хорошо знаю аудиторию. Вот все продюсеры, эксперты, которые уже делают выручку, я их очень хорошо знаю. Я их каждый раз, потому что я их хорошо знаю, и провожу Каздео все равно. И они у меня учатся, и я сам как бы аватар и продюсер-эксперта. Вот. И с точки зрения проработки аудитории я очень хорошо все знаю. Дай совет, дай совет нашим зрителям и слушателям, как тоже знать свою аудиторию. Это Каздео. Это анализ аудитории. В чем смысл? Для меня Каздео, это когда ты созвонишься человеком со своим сегментом основным. У тебя их может быть 2, 3, 4. Вот. И понял еще лучше боли и проблемы, которые их интересуют. И вот для меня Каздео, во-первых, его мало кто делает. Из тех, кто делает, 90% делают фигню. Реально. Вот. Это про повышение точности всего запуска. То есть я делаю это перед каждым запуском. Даже из своего одного и того же продукта. Даже где все одинаковое, я каждый раз это делаю. Потому что смысл аудитории меняется каждый месяц, 2, 3. А мне важно... Я тоже, кстати, при тенциологии каждый раз делаю. Да. А мне важно всегда понимать, настребовать. И для меня Каздео, это повышение точности и прогрева, которую мы делаем, и воронки, какие должны быть лид-магниты, какие должны быть офферы, все. И продукта. То есть это такая суперинвестиция, где ты там потратишь 2, 3, 4 часа на интервью, нормально обработаешь, нормально сделаешь выводы, нормально интегрируешь запуск, ты повышаешь выручку всего там на 10, 15, 20%. То есть ты, получается, еще и проще продавать через это. 100%. Потому что ты на основании Каздео элит-магнит сделаешь. Ты просто говоришь словами аудитории. Ты даже ничего не выдумываешь. Это вот, как помнишь, у нас было в подаче про... Да, 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 да. Мы сидим, я говорю, давай распишем основные запросы потребностей твоей целевой аудитории. Я в конце вставлю это в подачу. И он там, там, потребность 1, потребность 2, ну, в целом нормально, типа, ожидаемо. И потом оказывается, что у каждого эксперта есть конкурентка, ну, у многих, типа, есть конкурентка, которая только недавно зашла... Которая бесит. Которая бесит, да, которая вот недавно зашла в рынок, и продукты у нее хуже. И специалист она, ну, тоже похуже, чем вот человек. Но при этом она делает запуски в 5 раз выше. Да, да, но иди не больше. И что, почему какая-то из сети продает лучше, чем ты, эксперт с 10-летним стажем. И я выкладываю это в сторис, я такая, о, я вообще про это не знал. То есть у меня нет такой конкурентки, и я как-то давно уже вышла, не знаю, из вот этого кокона экспертного. Я не знала, что есть такая боль, что есть такой запрос, такой триггер. Но я такая чувствую, это звучит как что-то больное прям для людей. Я это почу тоже в сторис, и такие ответы сыплют. Типа, откуда ты знаешь? Да. Да, жесть, супер, реально так и есть. Ну, то есть самая большая реакция была именно на эту сторис, про которую я вообще не знала. И то есть если я работала бы сейчас на делозапуск на экспертов, вот прям сейчас я бы делала запуск на экспертов. Типа, продавала бы им какие-нибудь продажи тоже. И я бы не провела к СДВ, и, допустим, не узнала бы про эту проблему. Как ты ее вообще, блин, выцепил? Как можно это выцепить? Это, кстати, реально огромная. Типа, методология какая-то, да? Да, да. Я бы уже меньше захватила бы внимания, потому что одно дело просто примерно из головы представить, да? Ну, наверное, эксперты хотят там больше клиентов, больше продавать. Рост выручки, системы, да. Рост выручки, да, систему. Но это не словами. Вот как бы эксперты сказали? Давай, продемонстрируй свое знание. Сначала все говорят, я хочу увеличить выручку, или я хочу сделать систему. Это рациональный запрос. И это такая, типа, фигня, да? Да, это рациональный запрос. Нет, они тоже есть, они должны быть в оферах, продуктах и так далее. Но когда ты копнешь ниже, большинство экспертов, в целом, и продюсеров, они знают, что делать. И знают, что делать, что год, два, три, но ничего не делают. Им нужен там пинок, человек, который рядом, который скажет, что нужно делать. Второе, они не делают, потому что у некоторых реально нет мотивации делать там плюс два-три миллиона, и так нормально. Но есть другой эксперт, который капец бесит. Она смотрит его сториз, ее сториз там, или его. У них продукт хуже, она считает, что лучше, а у нее хуже. И так далее, и она еще на рынке меньше. Но она растет, а ты нет, и все. И у тебя такая энергия, что тебе нужно делать. И выстраиваешь систему. Не ради себя, чтобы обойти. Да, 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 да. И там дальше много чего. Тебе очень много людей, которые... Даже есть какие-то результаты, но эти результаты стабильны на протяжении пяти лет. И они просто не могут пробить потолок. Или, наоборот, падают результаты. Вот когда у тебя были запуски, допустим, там, типа 30 миллионов, а потом ниже, 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 тебе уже не греет душу, что у тебя когда-то было много. И, наоборот, то, что все хотят. Вот я точно словил это ощущение, наверное, год назад, полтора, по поводу системы. Вообще, зачем она нужна? Потому что когда у меня получилось выращивать, то есть выручку запусков, планомерно от одного раза к другому, я понимал это на цифрах. То есть я понимал, что мне нужно сделать, чтобы следующий запуск был больше. Я научился масштабировать. И вот это чувство, когда у тебя даже маленький проект, маленькие охваты, но у тебя этот запуск больше, чем предыдущий, а следующий будет больше, вот это чувство у меня было, что я почти неуязвим. Я научился масштабировать. Тогда у меня ушла, типа, страх и проблема, типа, потери эксперта, обнуление. Я просто понимал, что я научился масштабировать. И мне теперь я могу то, то и то. И вот эта вот динамика положительная очень сильно многим нужна. Это просто внутреннее ощущение. Ты уже не думаешь, а может сменить нишу, а может у меня продукт не то, а может у меня аудитория выгорела, а может просто систему надо делать, чтобы от каждого раза запланировано было больше. И это в целом какой-то мой общий тезис того, что я уверен, что без разницы сейчас какие активы и какая выручка в 100 раз меньше, чем у меня или больше в 100 раз. Если строить систему, можно обойти и меня, и тебя. А что ты имеешь в виду под строить систему? Можешь рассказать? Ну вот если мы даже возьмем, но на пример моего запуска, который вот это на 60 миллионов, что такое для меня система? Да еще давай, кстати, упомянем, что у тебя какой-то четвертый сейчас будет запуск уже, да? Третий. То есть было три? До этого было два. А, то есть это, ну вот был третий, будет сейчас четвертый скоро, да? Да. Там был, смотри, первый запуск даже, это не запуск, это ползапуск еще там два года назад, там два миллиона сделал. Нормальный запуск, где я прям прогревал, где вкладывался, был год назад летом, 15 миллионов. Второй 60. Третий планируется больше. Больше 100, да? Да, больше 100. И в этом, как бы, часть системы. Я понимаю, какая у меня конверсия анкет, какая у меня доходимость на веб, конверсия веба, вот это все цифры я понимаю, и понимаю, сколько мне нужно входящего трафика. И для меня это... То есть ты берешь определенные точки на запуске? Да. Какие-то показатели? В основном это всегда четыре. Это первое, сколько у меня должно быть в регистрации, либо заполнение анкеты предзаписи. То есть какая-то входная точка. Ну вот входная точка воронки. Да, 100%. Это анкеты предзаписи или регистрация, так это первое. И это на это влияет, понятно, прогрев, активы, все остальное. Второе, это какая у меня воронка. Если это продающий веб, что в большинстве случаев я делаю, это доходимость. Потому что дойдет 30% или 70%, зависит там большая часть выручки. Третий параметр – это сама конверсия вебинара. То есть те, кто дошли... Сколько, как продастся, да? Да, конверсия заявку в оплату, предоплату и так далее. Все оцифрованно по сегментам, все. И четвертое – это работа отдела продаж и все действия, которые мы делаем на дожим. После веба, дожим в сторис, работа отдела продаж, иногда это второе окно. И я каждый раз, как бы, вот в запуске можно делать тысячу действий, 100 действий. Можно снимать рилсы, можно делать инфоподы, можно все это делать. И это нужно делать. Но я всегда задаю себе вопрос, как мне влиять на основные 4. Вот эти 4, то есть вход в воронку, доходимость до вебчика, конверсия вебинара и работа отдела продаж. Да, плюс дожим. И когда я каждый раз задаю себе вопросы, у меня и рождаются такие супермаленькие нюансы, гипотезы. Например, когда мы сделали самый большой запуск по инвестициям на 78, я задавался вопросом, как мне повысить эффективность отдела продаж. И что я сделал? Я собрал Zoom, где собрал всех менеджеров отдела продаж, и мы 2-3 часа, я и эксперт, спичили, продавали менеджерам продукт. Они нам давали возражения, они сделали анализ конкурентов, они вот были теми, кто как бы не покупает. И за 2-3 часа они уже очень хорошо знали продукт. Причем надо понимать, что менеджеры, в большинстве случаев, это девушки там 20, 25, 30 лет. И вот задача девушкам продать продукт, который у нас был за 200 тысяч по крипте и по инвестициям, это хард-задача. И после этого созвона они его очень хорошо знали. У меня этого было мало. Я такой, как мне еще повысить, что менеджеры, которые у меня будут работать, будут давать высокие конверсии. Я попросил Ропа прислать мне список всех менеджеров. И просто рандомно ткнул на 5-6 человек. И они мне звонили. Я представлялся разными сегментами ЦА, кто только что вошел в инвестиции, кто уже опытный криптан. И они мне продавали. Я все записывал, докручивал, что им нужно, и они скидывали другим менеджерам. И вот так вот за 2 действия, которые по факту 5 дней, я точно абсолютно уверен, что тот запуск, вот эти 2 действия на том запуске мне дали плюс 10-15 миллионов выручки. И это просто конкретный пример моего майндсета, как я стараюсь повышать все эти действия. Например, на маленьких каких-то объемах, когда у нас было немного анкет-предзаписи, мы даже в директе всех приглашали на продающие события на веб. Потому что это увеличило доходимость. У нас менеджеры отдела продаж связывались не только после веба, и всем продавали, а до поздравляли, что ты заполнил анкеты-предзаписи и напоминаешь, что сегодня веб. То есть микро-моменты у меня этих связок, готовых решений там 20, 30, 40, 50, которые я делал. Просто руками придумывал. Да, да, потому что у меня не было изобилия там большого блогера, у которых 100 тысяч охватывает, типа такого. Это было всегда, и я каждый раз еще вкладывал деньги. А, то есть ты всегда работаешь с экспертами с небольшими охватами, да? Да. Цель масштабировать. Цель масштабировать, где еще в эксперта вкладываю свои деньги, я как продюсер, но я себя воспринимаю как полноценного партнера, где я вкладываю свои деньги в развитие, в активы, и когда ты вкладываешь свои деньги, миллион, два, три, пять, то ты точно будешь лучше следить за воронкой, за окупаемостью, и будешь задаваться этим вопросом, как сделать денег еще больше. Вот. Я на самом деле от тебя только за время нашего общения получила, ну не знаю, штук 10 разных фишек. Помнишь, я делала запуск как продюсер, и ты мне объяснил, например, сколько должно быть точек касания, чтобы доходимость была, или что ты мне еще рассказывал, там, про тарификации. Короче, ты мне всегда ассоциируешься с человеком, который очень много всего там сам придумал, что-то понял, потому что у тебя своя система там, где ты вот влияешь на эти четыре основных параметра, и ты все время придумаешь, придумаешь, придумаешь. Как я там что-то в блоге придумываю, ты вот там придумываешь. И всегда можно у тебя узнать какие-то прикольные фишки именно готовые. Я так понимаю, что у тебя и наставничество на этом построено, правильно? Сто процентов. Ты передаешь свои готовые связки, готовые фишки. Расскажи еще парочку. Че, уже сидишь уж тут, давай. Ну, давай от простого к сложному. Одно из самых простых, что могут сделать вообще любой блогер-эксперт, который задача сделать выручку больше, это, конечно, больше показывать свою экспертность через разборы либо прямые эфиры. Вот у меня за месяц там введения сториз, который делал прогрев, было там 3-4 прямых эфиров, тг, просто разборов, где приходили люди, говорили там, у меня запуск на миллион-два, хочу больше, или там на 5-10 хочу больше. И я накидывал им экспертную часть, как я бы сделал на их месте лучше. И вот этот элемент точно мне разборы принесли из этих 60 миллионов, миллионов 10-12 точно. Потому что заходили люди, которые не смотрели на прямые сториз, потому что я не показываю или там не смотрю. Потому что их не было. Или потому что их не было. Но они заходили, и вот за этот час, видели мою экспертность, видели, что я шарю, такие, блин, вроде норм, вроде твердый. И вот как бы точно этот инструмент, особенно если мы говорим про премиальные какие-то продукты, если вы эксперт, однозначно нужно делать там раз в неделю во время прогрева, плюс здесь там 20-30% к выручке добавляют. Это то, что я делаю, то, что хорошо получалось. Получается, разборы это в любой нише можно сделать, верно? Абсолютно в любой. Абсолютно в любой. Либо экспертный эфир на вашу тему, либо разборы. Разборы, как человеку там из точки А прийти, точка Б, связаны с вашим продуктом. Это может быть и про питание, и про тортики, и про трафик, и вообще про все. Ну, про все, по сути. И про Валберис. Вот. Дальше. У меня, конечно же, очень сильно еще сработало отзывы. Отзывы кейса. У меня их много. У меня их прям достаточно. И они большие. Прямо достаточно. Да, есть на 30-40 миллионов, 50-70 миллионов. Самый большой у Кристины. Больше 100 миллионов. И это те люди, у которых хваты больше, чем у меня. Они сторис делают больше, чем я. И они при этом рекомендовали меня. И рекомендовали напрямую с отметкой, и просто показывали результат моего взаимодействия. И это сильным был фактор при принятии решений. Я, кстати, тоже по себе это заметила. То есть у меня такая первая точка с тобой была, что я посмотрела видосы, а потом у тебя вот в эти вот разы, которые ты выходил в сторис, ты обычно выходил и показывал, типа, вот Нелли Армани, я ей дал консультацию, она говорит, что я гений. Вот там Марго Савчук говорит, вот там у меня Лиза кто такая отучилась, вот еще кто-то, еще кто-то. Я такая, да кто ты вообще такой? У меня с тем же вопросом недавно. Да-да, то есть тебя все считают гением, надо на тебя обратить внимание, и все там мое окружение, и все крутые, там Кристина тоже у тебя учится. Я такая думаю, хм, это, наверное, неспроста. Да, ну, то есть реально обращает внимание. Какая у меня была модель? Я делал прогреву, делал разборы и набирал анкету предзаписи. Вот. Я, самая эффективная модель, это когда ты созваниваешься человеком, продаешь лично. Но я так сделал так 12-15 раз, ну, созвона, у меня в анкете было 400 человек, и больше просто не захотел. Ну, потому что я понимал, что я наберу группу. И всех остальных я звал на продающие события, закрытую презентацию, где без пользы просто рассказывал программу. И ключевым этапом было в том, что я все сделал классно на уровне и доходимости, и конверсии. И у меня не было еще отдела продаж. Почему не было? Потому что я после презентации у меня был солдат. Все. То есть, людям не написал ни один менеджер, не позвонил, не продавал, потому что я на своих охватах 2000 сделал солдат, дав три анкеты предзаписи, проведя презентацию. Вот. И я это достаточно хорошо понимаю, потому что у меня как раз-таки был большой опыт делания вебинаров, докрутки на проекты, которые я продюсирую. Я понимал, как выстроить, я понимал смыслы. У меня плюс была большая работа, то, что мы уже говорили по каждеву. И точность действия была высокая. Она у меня была высокая, по сути, и в прогреве, и в разборах, и в продающей презентации. И в продукте. И вот продукт – это то, что получается хорошо расшить с точки зрения смысла. Потому что сейчас есть 100 наставничеств по продюсирую и запускам. Может быть, даже тысяча. Тысяча. Да, тысяча. Может быть, тысячи-тысячи даже. И у меня, конечно, я очень сильно понимал с точки зрения смыслов, что мне нужно донести, почему мой продукт отличается от других. Помимо того, что я сделал какой-то там результат, какие-то выручки. То есть, я понимал, как внутри мне сделать продукт. Что там на первом месяце мы уже тем-то занимаемся. Мои разборы. Я даю им как раз-таки готовые связки. Мне без разницы, есть ли у вас там большие охваты или маленькие. На вашу базу, которая есть, скорее всего, мы увеличим выручку. Да, мы будем заниматься с трафиком и будем строить систему. Но там в первое окно взаимодействия я уже за счет своего вовлечения сильно повышу вероятность, что у вас будут деньги. Это было твердо. Это просто были аргументы. За счет моих контактов, подрядчиков, связок. Огромных типа наработок. Люди просто копировали, вставляли, и получалось. Кто-то у меня один в один копировал вообще презентации и говорил, что это лучшие конверсии, что у них было в жизни. То есть, конкуренты крали твои презентации? Не, не крали, это был... А, ученики брали. Да, ученики брали. И это были лучшие... Слушай, я сейчас поняла, в чем секрет. Ты сказал слово «точность». То есть, ты взял, работал, 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 там несколько лет, делал, 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 выделил самые крутые действия, самые действенные, и просто их делаешь. Сто процентов. И просто даешь ученикам их делать. Да, и продолжаю их еще исследовать. И продолжаешь генерировать. Это вообще для меня огромная история исследования. Это дает энергию. Такое прикольное. А что еще можно делать? Да. Я уже делаю там столько много касаний. Я уже продаю в директе, продаю с веба, продаю без веба, продаю по базе. Я делаю трафик, тгц, закупка, реклама блогеров, еще вообще все. Говорю, и что еще можно сделать? Это всегда очень интересно. А ты прям руками все это делаешь? Или у тебя команда? Как это все происходит? Я, конечно, у меня есть команда. И, конечно, все достаточно уже хорошо оптимизировано, выстроено. Потому что если у тебя не выстроены процессы, ты не можешь вести там, как продюсер, несколько проектов. Кто-то умирает на одном, кто-то ведет 2-3. Это по поводу системы. А еще мы добавим мой продукт, мой запуск. Это еще больше накладывает как бы ответственности и обязательства. Да, свой продукт – это большое обязательство всегда. И команда, и я про нее рассказываю, и там, на мой взгляд, достаточно хорошо выстроено, при том, что, конечно же, есть куда расти. Но как в элементах стратегии я участвую везде. То есть я везде погружаюсь, я везде понимаю, на каких этапах мне какие конверсии нужны. Даже в продукте. Казалось бы, продюсер особо никогда не занимается продуктом, если мы говорим про запуск. Плохой продюсер не занимается продуктом. Ну, вначале я этому тоже уделял меньше времени, когда первый год запускал. Но потом я точно понял, что чем больше у меня кейсов, тем больше будет выручка. То есть это еще одна точка влияния на будущий результат. 100%. Смотри, вот я сейчас в целом могу рассказывать про какие-то кейсы, там, кто у меня сделал много денег и так далее. Но я могу просто назвать, вот из 60 миллионов, сколько у меня купило продолжение. Это почти на 30 миллионов людей у меня купило продолжение. В следующий раз. Вопрос. Как думаешь, почему купили? Не знаю, не знаю. Ну, это все купили. Ты просто сладенький пирожочек, может быть. Да. Еще посмотрим на тебя. Хотя похудеть надо. Пирожочек, пирожочек, пирожочек. Вот, это просто люди, которые взяли мои связки, взяли фишки, у них сработало, и они хотят дальше продолжать. Это лучший для меня, лучший кейс. При том, что просто я и буду выкладывать, и показываю такие, которые просто триггерят. Ты вот сейчас говоришь в разговоре несколько прям простых вещей, которые типа все знают, да? Да. Чем больше кейсов и крутых кейсов, тем лучше продажи. Чем выше результативность курса, тем больше следующей продажи. Но нихера же не все это делают. Согласись. Сто процентов. То есть куча людей забивает на продукт. Типа, а бы продать. Дальше хоть трава не расти. Куча людей не занимается системным развитием. А вот что мне в тебе нравится, что ты именно системно развиваешь проекты. То есть ты взялся за проект, ты его будешь делать, и каждый раз четыре точки продавливать, и он каждый раз будет расти. И ты будешь еще и думать именно о стратегии развития продукта, а не как часто продюсеры делают. Ну, пришел, что-то присосался к активам и ушел, да? Да. Да, бывает такое. Да. И, кстати, еще одна из ошибок, то, что люди иногда мыслют, локально, не стратегически. Ну, то есть приходит ко мне человек, эксперт или продюсер, и говорит, вот у меня выручка запуска, допустим, 3 миллиона, я хочу 7, типа такого. Но в реальности мы можем докрутить ему, чтобы было 7, но на самом деле ему нужно менять всю воронку, всю стратегию, продуктовую линейку. То есть это во многом, я опираюсь на объем рынка, сколько вообще конкурентов делают большие запуски в твоей ниши, какой объем твоей ниши и так далее, и так далее. Потому что если ты запускаешь рисование пряников и продажу, я такой видел нишу. Ну, как бы, как я даже не смогу вывести у тебя там большие результаты, хоть он какой-то локальный может быть. То есть это иногда вопрос стратегии, не только локального решения, как следующий запуск сделать больше, а стратегии продуктовой линейки, запусков, команды. И ты этим тоже занимаешься. Да, 100%. И ты этому тоже учишь. 100%. Это вообще часть какого-то мышления, 100%. Ну, мышление продюсера, мышление стратега, это, наверное, одно из самых главных, чему надо учиться. И вот уже потом инструментарий. Хотя инструментарий, безусловно, тоже важен. Потому что многие, у многих нету роста или многие там меньше растут не потому, что делают, не делают нужных действий, а потому что делают ненужные, реально. Блин, да. То есть из 10 человек, которые ушли делать автоворонки, вернулись только двое. Ну, на моем опыте. Потому что кто-то посмотрел у кого-то в сторис какую-то новую фишку, такой, мне это надо, и пошел делать. И вообще не понимая, зачем. Ему просто нужно докрутить вебинар, который у него есть, чтобы конверсия выросла на 3%. И все, у него будет больше денег. А он придумает что-то вообще несусветное, что не имеет вообще отношения к делу. Какую-то сложную автоворонку, 100 рилсов еще снять на эту тему, какой-нибудь бот зафигачить, чтобы люди туда заходили. Это на самом деле мир продюсирования достаточно просто устроен, на мой взгляд. Ну, если посмотреть сверху, то очень просто. Ты просто делаешь систему, оцифровываешь основные метрики, делаешь результат, часть выручки, реинвестируешь и повторяешь с большим причем. Да, просто добавляешь трафик, докручиваешь продукт, причем не меняешь его, именно докручиваешь. Не надо трогать то, что работает. И это для меня 100% игра, потому что вот я, получается, с прошлого запуска, у меня было 14 тысяч подписчиков, я сейчас к своему следующему на рекламу, на интеграцию, на все возможные условные коллаборации вложу где-то суммарно, уже вложил 12 миллионов. 12 миллионов. И я такой, сколько людей, у которых 14 тысяч подписчиков, 9 постов в инсте, на себя могут залить трафик на 12 миллионов? Это же очень интересно. Что будет посмотреть? Ну, я и так могу сказать, что будет. Ты просто разорвешь, потому что кто растет? Те, кто вкладываются в трафик. И я имею в виду не в подписчиках рост, а именно в деньгах, в узнаваемости, в том, что стать тем, кого все обсуждают, к кому все идут, стать лидером рынка. Единственное правило – это вливать в трафик. Сто процентов. Ну, понятно, что там есть тоже еще внутри нюансы, что нужно и продукт иметь, и развивать его, и в трафик не просто там, а бы как вливать. Но это одно простое действие, которое не делает примерно никто. Ну, я с тобой согласен, потому что если прям сильно уезжать, то для меня масштабирование – это первая система, где ты понимаешь все показатели, и второе – сама модель готова к масштабированию. Она масштабируется, потому что есть модель, которая не масштабируется. Вот даже мой запуск – это масштабируемая модель. Я понимаю цифры, я понимаю, сколько мне нужно залить нового трафика. Все, что я делаю, я стараюсь, чтобы это была масштабируемая модель, и желательно для очень, да очень высокого уровня. То есть там должен быть рынок, там должны быть запуски на 50, 60, 100 миллионов, 200, чтобы у меня была возможность. А не то, что ты придумал какую-то нишу, там мышление продюсера из Брянска, да? Да, и сидишь в ней. Да, но глобально для меня победить тот, у кого будет система, и кто сможет тратить на трафик больше, чем конкуренты. Если я смогу… Аяс. Да. Аяс 100%. Аяс чемпион. Почему? Потому что он тратит больше, чем там… Чем все. Чем кто-либо вообще в этой жизни, да. 100%. Да. И в этом, поэтому он непобедим. Да, при том, что базово, если технически, мы ничем не отличаемся. Также есть продукт, есть там запуски этого продукта, есть трафик, который мы вливаем. Просто мы это вот так вот делаем, так что-то… На микроуровне. Да, а он там x58 тысяч это делает. Вот. Я с тобой согласен, и поэтому в том числе для меня это всегда повышение вероятности результата. То есть я никогда не гарантирую результат. Даже в собственных проектах, даже в том, что я делаю, это запуски. Всегда может что-то пойти не так. Да. Но моя задача… Типа помнишь, как там мобилизация началась, допустим, все, много запусков в тот момент. И рассрочки тогда упали, там много чего было. Ну, то есть всякое бывает реально. Но я всегда повышаю вероятность, что у меня будет хороший результат. И вот для меня вложение в трафик – это супертвердое повышение вероятности. Да. Потому что рилсы могут зайти или не зайти. Там ты можешь сделать прогрев, у тебя могут упасть охваты, и ты не сможешь поднять. Это все… Могут заблокировать Инстаграм. Могут, да. Это все такое немножко изобилие запуски с Божьей помощью. Когда ты вкладываешь в трафик, ты хотя бы больше претендуешь на то, что будет тот результат, который ты запланировал. А цифровым, аналитика есть еще, то ты понимаешь, как это повторить много раз. А ты планируешь повторять свой запуск много раз еще, да? Я планирую свой запуск повторять, но про много раз это еще подумаю. То есть я точно понимаю, что у меня будут редкие запуски. То есть два раза в год, скорее всего, это мой предел. Два раза в год – это прям часто. Я когда Инсталогию запускала два раза в год, это прям серьезная нагрузка. Ну смотри, если мы говорим про Инсталогию на 500 миллионов и где много, наверное, это часто. Если мы говорим про наставничество, если ты возьмешь 100 человек, который делает наставничество, то часто это один раз в месяц или один раз в два месяца. Не, ну все-таки у тебя крупный запуск. У тебя не… Ну, я не знаю, не наставничество в чистом виде, скажем так. У тебя все-таки реально крупный масштабируемый запуск. Да. Это не совсем история, когда ты набрал 7 человек и ведёшь их месяц. И я, когда сравниваю с инстологией, я вполне это резонно делаю, потому что у тебя запуск на 60 миллионов, а у меня, допустим, инстология раньше в среднем на 100 запускалась раз в год. И раз в год было вполне достаточно, знаешь. Ну, то есть уже прям чаще сложно, ну, лично мне. Я с тобой согласен. Я в этом году сделаю ещё один запуск. В следующем будет один или два, буду решать. Потому что у меня это, ну, как бы сопричастно с тем, что, во-первых, я реально погружаюсь, сильно погружаюсь. То есть, когда я вошёл в продукт, я опять не снимал сториз. Хотя я мог показывать, как идёт продукт. Эти кейсы, это дало бы мне ещё больше денег. Но я реально очень глубоко погрузился в продукт и чувствовал ответственность перед людьми, которые зашли. И второе, потому что у меня есть что-то, кроме своего продукта. Вот так, и этим мне нужно заниматься. То есть твоя основная работа, да. Да, да, да. И это у меня в синергии, и я в этом понимаю точно свою стратегию. Потому что вот если мы говорим про какой-то мой путь, три года, во многом он получился на каком-то уровне успешным, потому что я понимал свою стратегию. Когда все начали запускать наставничество, я запустил только, когда я сделал запуск на 78 миллионов. Когда все начали запускать каждые два месяца, я такой, я запускаю один раз в год. В этом году максимум два. И когда все пишут результаты запуска на следующий день или там через два дня, я рассказал спустя три месяца. Ну, мы, допустим, мы подводим итоги запуска уже тоже спустя большое время, потому что... Я выложил пост после выпускного, когда полностью обязательно исполнил. Честно говоря, даже у меня ни в одном проекте такого не было, которое продюсирует столько продлений на такую выручку. То есть почти 50%. Ну, у меня есть гипотеза. Мне кажется, ты просто продуктовый задрот. Потому что вот эта история, что ты даже сторис не будешь снимать, ты прям выделишь время, ты будешь делать методологию, которая... И ты, конечно, говоришь, что типа, ну, конечно, мне же надо делать следующий результат, следующий запуск будет только если у меня будут кейсы. Но, возможно, тебе это просто нравится. Я от этого... Ну, ты чувствуешь персональную удовольствие. Получаю еще очень много энергии. Когда мне пишут люди, те, которые у меня обучаются, о том, что это сработало, вот такой результат. И это вообще просто типа я кайфую. Это заменяет мне капельницы, когда я устаю, потому что я разборы... Я особенно первый месяц ввел там 10 часов в день разборов. Вот, прям погружаюсь. Блин, я бы умерла. Прямо с презентацией, прям все цифры, прям глубоко кабай и так далее, так далее, так далее. И когда мне люди даже, которые больше, чем у меня были результаты, самый большой человек на этом потоке у меня был 500 миллионов выручка за прошлый год. Без холодного трафика. То есть высокая ориентабельность. Это большие результаты. И было еще несколько людей, у кого за прошлый год 200 миллионов, 250, 300. И были те, которые там не так много. Вот, они просто быстрее растут. И когда мне такие люди говорят о том, что это сработало, это повлияло, это, конечно, для меня высшая награда. Слушай, а у тебя кроме топов, с какого уровня людей ты вообще берешь? То есть я поняла, что у тебя там 200, 500 есть. А с кем ты начинаешь работать? На самом деле со всеми, кто уже делает выручку. То есть мне искренне, я при всем уважении отношусь к людям, которые там запускают курсы с нуля. Я считаю, что это благая миссия расширять рынок. Но мне интересно работать с теми, кому не нужно объяснять, что такое прогрев. То есть у вас может быть маленькая выручка. Вы можете быть маленьким экспертом. Ну, типа, даже ко мне на прошлый поток заходили люди, которые делали миллион. Выручку миллион, полтора, два. За запуск. За запуск, да. Если это там холодный трафик, это будет даже меньше. Но те, которые уже делают. Потому что когда ты уже делаешь, у тебя есть какой-то предыдущий опыт, и я могу посмотреть. Вот у тебя есть исходные данные, вот так можно докрутить. Тогда мне понятно, с чем делать. Мне очень сложно продавать мечту, что ты сейчас разбогатеешь. Вот. Я продаю твердые инструменты, вот у тебя А, вот Б сделаешь, скорее всего, результат будет больше. Поэтому ты не работаешь с теми, кто с нуля, потому что те, кто с нуля, у них сопротивление, как правило, повыше, их надо, ну, больше тащить. Да, я еще у себя на продукте не говорю, там, поработать отца, маму, я в этом не шарю, я не коуч. Ты просто говоришь, ну, тут пару точек касания добавь, чтобы находимость повысить. Вот здесь вот эти фишки докрути, вот тут КСД. Вот тебе связка, вот тебе контакт, вот тебе человек, который это делает. Вот тебе подрядчик, да, который сделает, вот тебе там скидка на комиссию эквайринга, чтобы ты сэкономил на своем запуске, да, и все. Да, примерно так. У меня такой коучинг. Конец, да. Коучинг, который мы заслужили. Не, ну это круто, это отражает тебя, на самом деле, как личность, потому что ты такой человек сам по себе. Расскажи про свое наставничество, когда оно будет, как на него попасть, кого ты ждешь, какие будут результаты. Оно будет, следующий поток, это единственный в этом году, понятное дело, середина августа, начало сентября. Я жду, на самом деле, всех, кто хочет масштабироваться, системно расти. Моя задача, как человека, который делает продукт, повысить вероятность, чтобы у вас было больше денег во время программы. Вот тупо конечный результат, выручка больше. Не там изобилие, не легкость, а самое главное, чтобы просто цифры увеличились. Это мы говорим про короткосрочный результат и есть стратегический результат. Мне важно, чтобы вы, люди, которые ко мне заходили, системно начали расти после, не откатываться, а чтобы после меня стало только больше. Это и короткосрочный результат во время, и выстраивать долгосрочные стратегии на полгода-год и так далее. Вот. Оно будет в середине августа, я жду всех, кто уже делает выручку, даже, допустим, минимальную. Миллион, два, три, это окей. Если вы хотите расти, скорее всего, я смогу помочь. Это продюсеры, это эксперты, правильно? Продюсеры, эксперты. У меня даже сейчас продюсеров меньше, чем экспертов. Экспертов где-то 60%, продюсеров 40%. Потому что экспертов, в принципе, больше, чем продюсеров на рынке. И на меня подписано больше, а к тебе-то мои пришли недавно. И обычно еще эксперты боятся продюсеров, что они что-то там будут бесплатную диагностику. Ну да, что-то вот это, что вот это, директ. Нет, знаешь, они придут на наставничество продюсера и что-то там будет Ну да. Давай мы под этим выпуском на всех площадках оставим ссылку на анкету предзаписи. И те, кто сейчас поняли, что им надо, ребят, не хлопайте клювом, переходите по ссылке, записывайтесь и приходите на наставничество к Егору. Я точно всем напишу сам. То есть, скорее всего, у меня в этот раз тоже не будет отдел продаж. Может быть, будет минимальный. Но я очень чутко отношусь к людям, которые заполняют анкеты. Мне интересно пообщаться с каждым, хотя бы узнать результаты, запросы. Если человеку не нужно будет или я не буду понимать, что делать, я так и говорю, потому что в прошлый раз был сулдаут, в этот раз я уверен, будет тоже. И не забывайте, что можно еще Егору написать цифру 60 в директ, и он пришлет вам разбор запуска. Более подробный и со всеми фишками из презентации. Классный. Аналитикой по трафику, каналам, связкам, все, как я люблю. Что сработало. Как повторить у себя. Как повторить у себя, да, вот наша любимая твердость. Эмоди камень. Да. Это мы. Так, а теперь давай и к моим вопросам. Давай. Расскажи, пожалуйста, что у тебя обязательно есть в расписании на каждую неделю. Кроме планерок. Ну, почему? Если планерки, то говори планерки. Планерки, когда это активная фаза запуска, это каждый день с командой прям, такой синхрон по задачам на день. Мы ставим задачи на день, каждый, и на следующий день, на следующей планерке по этим задачам проходим. Кто что сделал. Это планерки на неделю, где мы такие же задачи обсуждаем в рамках недели. и месячные. То есть у меня все достаточно систематизировано от задач до там контента, продаж. Я все в целом цифрово понимаю. То есть если мы говорим про привычки, это планерки. Если мы говорим про все остальное, то в этом как бы больше просадки. Потому что ничего, да? Потому что 80, может 90 процентов, но у меня фокус последних лет и, конечно, реализация. Вот. Спорт, которым занимаюсь, не всегда много с выпадением, но стараюсь для энергии. Кальяны. Ну, кальяны это как бы минус. Всегда в расписании на неделю у Егора есть кальяны. Это мы знаем. Да, потому что ни один запуск большой не делает без кальянов, как говорится. Это минус инфобиза и плюс одновременно. Я, кстати, бросила. Я уже инсталлогию 5.0 и 6.0 без кальянов делала. Ну, до этого мне предстоит дойти. Есть кейс, так сказать. Есть кейс. Есть кейс, да, что можно. Чтобы сделать 500, надо кальян бросить. Понятно. Ну, кстати, а я с этим не курю, так что все нормально. Ну, кстати, не факт. Может, и курить, мне кажется. Если курить, тогда я не брошу. У него-то выше результаты, да? Значит, дело в этом. 100%. Из привычек еще это обычно я еще делаю синхрон самим собой, потому что, когда несколько проектов, несколько там запусков одновременно еще там сильно повышается уровень интереса к себе, людей, которые пишут, хотя встретятся, у меня я точно поймал какой-то синхрон вообще что делать. И я вот раз в неделю сажусь сам для себя, определяю цели, главные на месяц, главные по году, в котором я иду. И одна из супер привычек, которая мне добавляет трезвости ума, так сказать, это то, что я три года уже веду табличку финансового расхода и дохода. Я ее начал, когда переезжал в Москву, и там у меня, я выкладывал недавно в сторис скрин, цель 60 тысяч рублей заработать, да. Факт, там что-то там 36 или 46, вот, и расходы там 15 тысяч рублей, типа такого. Я уже это веду три года, потому что это добавляет трезвости, когда я ставлю больше цели, и иногда не очень ощущается на практике там плюс миллион, плюс два, плюс пять, потому что я не изобильная девушка. У меня нету изобильной девушки, даже мне особо некуда тратить. Я все инвестирую. Особо некуда тратить. Подбиваю капитал, вот, и это добавляет мне трезвости в том, что путь впереди еще большой. Вот. Ага, все услышали, у него нет девушки. Пятьсот миллионов делается с девушкой или без Саш? Ну, я сделала без девушки, как бы, но... Подожди, надо вот формула. Без кальяна, но с девушкой надо или без девушки? Ну, мне кажется, тут вот, а я с девушкой сделал. Все, хорошо, тогда нужно... Нужна, получается, нужно бросать кальян и находить девушку. Связка новая. Бросать кальян и находить девушку. Девочки, вы знаете, что делать и куда идти? Второй вопрос. Как ты справляешься со страхом нового? Я точно, во-первых, соревнуюсь с самим собой. Это важная мысль, потому что, когда я переехал из Брянска в Москву, я видел уже этих молодых продюсеров, которые моложе меня, которые делают результаты больше. Это просто высасло мне энергию. Я смотрел их stories. То есть, есть «Сити», а есть этот молодой продюсер, который приехал в Москву. Молодой, 19-летний миллиардер. Да, который живет тоже уже там в Сити или в Филиграде и делает больше, Сто процентов. Хотя, самое смешное, что кто-то, и меня и тебя с ними ассоциирует для кого-то, мы тоже такие. Мы тоже вот эти вот сраные, да? Да. Вот, и, соответственно... Нет, я, наверное, уже нет. Я уже такая бабулечка на рынке. Но ты просто из Сити приехала, поэтому ты не п***я из Сити. П***я из Дубая. Нет, в плане, что я совсем уже старенькая на рынке, то есть, меня уже нельзя назвать новой, которая вот только появилась. Ну и мне уже не 18. Так вы, грустить пришли на этот подкаст или что? Давай, как бороться со страхом? Давай. Короче, я всегда стараюсь взять ответственность по максимуму, потому что и снизить ожидания. Вот я не знаю, как сделать запуск на 100 миллионов до конца, но я вот этот путь, который, чтобы сделать, если такой... Короче, я хочу по максимуму сделать, чтобы в конце сказать, что я сделал точно все. Даже если там будет 5 миллионов, но я сделал точно все, я буду чувствовать себя нормально. И вот с этой мыслью я делаю все проекты. И когда ты делаешь максимум ответственности, берешь на себя все, то как бы и страх меньше уходит, потому что ты воспринимаешь как игру, и в конце получается обычный нормальный результат. Вот. И просто какую-то придумать игру. Я до конца не знаю, зачем мне там еще заработать 100 миллионов с точки зрения, куда потратить. Но я знаю, в рамках моей игры, которую я сам для себя придумал, по капиталу, зачем мне эти 100 миллионов. Поэтому страх меньше. Класс. Кстати, это очень классный совет. Не ставить фокус на цель, а ставить фокус на то, чтобы сделать все. Ну вот просто все точки затронуть. И давай финальный совет по soft skill'ам. Как ты считаешь, какое главное качество нужно развить в себе для успеха в инфобизнесе в 2023 году? Я думаю, что это качество в 2023, 2024 или там в 20-м неизменно. Это, конечно, про ответственность. Потому что вот мой опыт работы с людьми, которые мне заходили, у которых реально большой результат, они всегда берут ответственность полностью на себя. Какой будет вебинар, сколько будет трафика там, как будет прогрев, они никогда не говорят, что кто-то виноват, что это не получилось. Внешняя обстановка, плохая команда, я, который не то дал, они всегда берут ответственность на себя по максимуму, потому что им нужно это больше всего. И вот это реально как бы мягкий скилл, который отличает человека, который ждет волшебную таблетку, сходил на 10 тысяч обучения и не вырос, а человека, который понимает, что ему нужно, он ответственность берет, а все остальные, кто помогает, наставник, там, курсы и так далее, это просто инструменты. И вот я стараюсь всегда тоже брать ответственность. Если у меня не зашел запуск с блогером, у меня тоже такое было, где блогер там плохо исполнил обязательства, я не говорю, что плохой блогер, я задаю себе вопрос, а достаточно ли я сделать предварительную работу, чтобы понять, что там она этого не будет и выпадет. Это моя ответственность выбрать партнера. То есть если у меня плохая девушка, это же не она плохая, это я зачем ее выбирал. Вот. И это, короче, про брать ответственность. И я уверен, что без разницы, какой у вас уровень, если сейчас брать ответственность и соревноваться самим собой, то вы без особой потери энергии сможете быстро расти. Потому что инструменты многим понятны, но делать не все. Вот. Спасибо большое, Егор, что поделился. Мне кажется, очень крутой вышел выпуск. Давай проведем конкурс комментариев под этим выпуском. Давай. Мы договаривались с тобой, обсуждали консультацию. Смотрите, ребят, что нужно сделать. Егор не продает консультации. То есть невозможно пойти и купить консультацию у Егора. Единственное, что вы можете сделать, это пойти к нему поучиться. Да. На наставничество, на высокий чек. Но нельзя к нему просто прийти, если вы не друзья, и там что-то спросить. Последний, потому что консультация, которую я делаю, это для Нелли. Да. И иногда мне что-то перепадает. Но это же не консультация. Да, это такое. Это как-то в повседневности. Но я все зацениваю, все записываю. Что нужно сделать, чтобы абсолютно бесплатно получить консультацию Егора, в рамках которой он вам ответит на ваши вопросы, подскажет ваши конкретно точки роста, сделает разбор. Это может быть оффлайн, может быть онлайн. Да. Ну, как будет удобно. Нужно просто написать комментарий под этим видео на Ютубе. То есть кто сейчас слушает на аудиоплощадке, переходите на Ютуб, ищите этот выпуск и пишите в комментариях. Мы будем прямо здесь смотреть. Напишите главный инсайт, который вы получили. Что вы берете себе в работу? Что вам запомнилось? То есть что вы, может быть, в свою жизнь внедряете? Расскажите немного о нем. Ну, то есть постарайтесь написать не просто типа у меня инсайт, что нужно трафик, а чуть-чуть подробнее. Вот. И среди всех, кто написал комментарий, через недельку мы выберем того, кому Егор... Победителя. Да. Я проведу самую твердую каменную консультацию, которую я смогу, где точно по максимуму постараюсь, чтобы человек... Да. Вы точно получите ответы на вопросы, результат. Егор не обещает коучинг, да? Да. Мы уже поняли, что там не будет типа стандидии. Но связки готовые. Но готовые связки, решения, да, все это будет. Все. Спасибо всем большое за просмотр, за прослушивание. Спасибо, Егор, что поделился всей информацией, что провел эту беседу. Спасибо, что позвала. Это был подкаст «Матерь Бложья». С нами в гостях был Егор Пыриков, самый системный, самый твердый продюсер. Встретимся в следующих выпусках. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин